Молитвы на сообщение И походу я уже буду дальше говорить, потому что мы будем говорить о послании к римлянам Но тем не менее я бы хотел начать с молитвы Небесный Отец, мы благодарим Тебя и славим за то, что Ты позволил нам быть сегодня здесь Дал нам такую возможность пребывать в Доме Твоем, в Доме учения Благослови сейчас нас всех, чтобы мы могли приблизиться к Тебе через изучение священных писаний Чтобы в нашей жизни они реально могли проявляться, чтобы мы на практике могли жить так, как учим и говорим Благослови всех студентов, благослови аудиторию, также мне дай мудрости Потому что без Твоей помощи и поддержки я ничего не могу делать сам И я прошу Тебя, чтобы Твое ведение полное было сегодня здесь, на этом месте Благослови, пожалуйста, это время, чтобы оно было качественным и полезным для каждого из нас Искренне молю Тебя во имя Ишо Мессия Обычно, когда я читаю лекции, я люблю, чтобы у нас было активное или интерактивное такое общение Поэтому можно будет задавать вопросы Единственное, что я скажу Если у кого-то есть вопрос, просто поднимите руку Иногда мне нужно просто дойти до какого-то логического завершения мысли И потом вы зададите вопрос Очень советую в черновике где-то записать его Потому что бывает так, что вопрос есть, а потом через 10 минут он исчезает Но это просто вот такая рекомендация По плану у нас послание к римлянам Небольшое введение я хочу сделать В этом послании Рабби Шауль наиболее полно излагает свое богословское понимание Это послание по праву считается жемчужиной Нового Завета То есть это книга, в которой фактически сформулировано абсолютно все И доктринальные вещи, и позиционные То есть кто какие позиции вообще не должен занимать И почему так должно быть И этого тоже мы с вами коснемся в процессе проповедей И стоит отметить, что начиная с первого века и по сей день Это послание оказывает колоссальное влияние на верующих людей Здесь очень подробно изложены основные доктрины вероучения Относительно вопросов закон и благая весть По сей день достаточно много идет дискуссий на эту тему Как правило пытаются принизить значение закона или торы И к сожалению в современном мире верующих людей Слово закон вызывает такой страх Такое ощущение чего-то злого, плохого Того, что враждебно настроено против верующего И есть конечно объяснение, почему так произошло Потому что теология, в которой развивалось христианство Без влияния иудейской мысли Вот оно приобрело такие вектора, направления И мы в процессе изучения Мы просто увидим, что на самом деле закон Это огромное благословение И если мы не понимаем закона Мы практически не в состоянии понять, что такое благодать Что такое вообще благая весть Что такое Евангелие Благая весть, Евангелие Вот благодать Будем считать, что это взаимно заменяемые Такие вот рабочие теологические термины Подлинность послания не вызывает сомнения Даже у самых осторожных критиков И однозначно принадлежит Перу Рабби Шауля Время написания 58-й год нашей эры Написано оно было в конце третьего миссионерского путешествия Незадолго до последней поездки Рабби Шауля в Иерусалим Об этом он говорит в 15-й главе 25-го по 31-й стих Дело в том, что в Риме Павел надеялся найти большее понимание Чем он нашел в провинции до этого момента Практически он уже достаточно широко распространил Благую весть И Собираясь пойти в Рим Он как бы предваряет Этим посланием свое посещение Римской общины Мы должны понимать, что послание написано В среду верующих людей То есть это послание не было адресовано Римским гражданам Которые там поклоняли Зевсу, Юпитеру Авроре, Венере Кто кому в общем Это послание однозначно адресовано Вовнутрь общины То есть в среду верующих людей Именно поэтому в этом послании Затронуты такие серьезные темы Как закон и благая весть То есть в каком соотношении они находятся Как это работает Как вообще воспринимать это все Там скажу, что сегодня вот Достаточно непросто преподавать эту книгу Потому что есть уже сложившиеся такие клише Или сформированные внутри христианской общины Я имею ввиду сейчас Общую массу верующих людей Христиан Это и католики, и православные И конечно же протестанты Просто к слову я скажу Что и православные, и протестанты Это ветка от католической церкви Небольшой такой вот экскурс Да, в историю, чтобы понятно было О чем мы говорим Католическая, римская католическая община Она как бы считается, что родилась В 313 году Это когда официально император Константин Объявил христианство государственной религией И вот под эгидой Или под этой идеей Он объединял свои провинции Отсюда название Слово католическое означает вселенское То есть церковь, которая охватывает всю вселенную Но мы понимаем на тот момент Что с собой представляла вселенная Это была фактически Римская империя Это были дороги, коммуникации Это были хорошие предпосылки передвигаться На большие расстояния И одновременно пользоваться определенной защитой Вот римской власти, римской армии Порядок, который в стране тогда был И так далее Были и трудные времена Мы это тоже все знаем У нас просто тема немножко другая Но я хочу, чтобы понятно было О каких периодах мы говорим Послание написано в 58 году То есть это, скажем так Начало второй половины первого века Полагают, что римская община возникла Когда иудеи, находившиеся в Иерусалиме На праздник Шавуот, праздник Пятидесятницы Они открыли свои сердца для благой вести У Мессии И потом принесли это в Рим Там уже были К моменту написания этого послания Верующие из язычников Так называемые христиане Я вам хочу сказать, что в первом веке На самом деле Такие вопросы даже не обсуждались Сегодня приходится об этом иногда спорить Иногда что-то утверждать, объяснять или доказывать Дело в том, что слово христианин Сегодня оно как бы стало словом нарицательным Применяемым для всех верующих в Иисуса Христа На самом деле Чисто теологически и в библейском контексте Христианами Вот когда писалась эта книга Назывались только уверовавшие язычники Евреев, которые уверовали в Иисуса Как в своего Мессию Никогда не называли христианами Впервые вообще начали применять этот термин В Антиохии Насколько я знаю Трижды оно встречается в Новом Завете И всегда применимо к язычникам Которые уверуют или должны уверовать Сегодня Часто вот Когда спрашивают Ты верующий? Да, я верующий А, так ты христианин? Я говорю, я мессианский еврей Не, ну ты христианин? Я говорю, я мессианский еврей Ну ты христианин? И вот когда меня так спрашивают Я говорю, да, конечно Я понимаю просто, что с этим человеком Он вкладывает в это именно веру в Иисуса Да? Но поймите разницу В чем момент сам? Дело в том, что Я не знаю, как вам Мне это приходилось переживать много раз Много раз Система мышления В христианской среде Построена сегодня так Что когда еврей кается На территории общины На территории церкви Ему говорят Или ты должен быть евреем Или ты должен быть христианином Человек ставится перед выбором Ну и понятно Человек говорит Ну да, я должен быть христианином Когда он с этим соглашается Дальше начинается Культурная экспансия Но я имею ввиду Не форму подачи Вот этого вот А наслаждаться культура начинает Чужда еврею Именно поэтому Испытывают Достаточно серьезные проблемы Люди Которые искренне свидетельствуют В Израиле о своей вере И всегда наталкиваются На непонимание На высмеивание Ну я как бы уже давно привык Ну посмеются надо мной Ничего страшного Я как бы нормально это воспринимаю Но Позиция она должна Достаточно твердо Озвучиваться нами Поэтому Мне иногда удивительно Об этом размышляет Представьте себе Что Мессия А мы об этом будем говорить В послании Которого Бог Обещал Еврейскому народу И ни разу Никогда не пообещал Это другим народам Хотя на другие народы Это распространяется В правной степени Но обещание Он давал Тому народу С которым Он вступил в договор То есть С теми С кем подписано Было Хозе И когда В этот народ Пришел Мессия Мне часто Приходило Слышать Что У Иисуса Нет национальности Не знаю Как вам Я слышал Такие вещи У Иисуса Есть национальность Он же как человек Родился или нет В каком народе Он родился В еврейском На восьмой день Его обрезали Правильно Воспитывался он Внутри культуры Какого народа Еврейского Питался он Как еврей Одевался он Как еврей Воспринимал мир Как еврей И поэтому Мне удивительно Что тот еврей Который уверовал В своего Мессию Который родился В том же самом Народе Тот же культурный фонд Тот же наследие Почему-то Нас принуждают Жить иначе Обязательно Считается Что Настоящий верующий Он должен Свинину есть Там сало есть И так далее Ну и разные Другие штуки Мы должны Понять Что Бог не ограничивает Другие народы В том Что вы будете Кушать Для меня Это вопрос Послушания Ни меньше Ни больше То есть Я доверяю Творцу Бог сказал Не кушай Я не кушаю Кальмары Там Креветки Улитки Те кто едят На здоровье Я не осуждаю И не призываю Перестать это делать Я просто Пытаюсь Сказать Что Это мой выбор Дайте мне жить Так как я выбрал Не трогайте меня Не надо меня Заставлять Делать то Что мне Непривычно Понимаете Даже когда Я жил В Советском Союзе Каждый год У нас в доме Была мацана Песла Для меня Песла Это мацан Для меня Песла Никогда не был Булки Крашеные яйца Понимаете И я думаю Это нормально И для Иисуса Точно так же То есть Если бы Сегодня Наш Господь Случайно Попал бы На православную Пасху Или на католическую Он бы сильно Удивился Потому что Устав Дан Один И написано Во все роды И навсегда И только В книге Пророка Иезекииля Последний раз Насколько я знаю Дополнительная информация О том Что Устав Пасхи Не меняется Даже В тысячелетнем царстве Дорогие друзья Шалом Мы рады Приветствовать вас На нашем веб-сайте Оазис Медиа В 2013 году В январе Мы запустили Этот проект И наше желание Было выставлять Максимальное количество Мессианских Видеоматериалов Чтобы Интересующиеся Могли понять Рассмотреть И выучить Какие-то Аспекты Библии С еврейской позиции Уверен Что это помогает вам У вашей вере Чтобы становиться И возрастать И понимать Писание Намного больше Вместе с этим Я хочу напомнить вам Что Этот волонтерный Добровольный Проект Мы ведем Выкладываясь Полностью И лучшие люди Работают над ним Это стоит нам денег Я Не очень Люблю Просить Но В данном случае Обращаюсь к вам С просьбой Если Господь располагает вас Ни в коем случае Вы ничего не обязаны И вы Все-таки захотите Пожертвовать Два Пять Три Доллара Сколько Захотите То При множестве Это усилит Наши возможности Переводить Материалы С иврита Давать вам Видеть Большее количество Учений И я уверен Что это будет Благословение И для вас И для нас Мы создали Такую возможность Если вы нажмете Вот на эту кнопку Донейт Пожертвовать И войдете в нее То Там будет Возможность Через PayPal Систему Сделать небольшое Пожертвование Это будет Благословением Уверен Для нас Уверен Для вас Пусть Бог Благословит вас Спасибо Что вы Оазис Медиа Продолжение следует